Этим летом специалисты компании Т-Плюс выполнили большой объем перекладок теплосетей. Крупнейшими объектами стали улица Ташкентская и Московское шоссе в районе пересечения с улицы Нововокзальной. Энергетики отмечают, в надежности теплосетевой инфраструктуры только за последние три года вложено порядка 3 миллиардов рублей. Но этих денег недостаточно. Новая инвестиционная программа Т-Плюс может решить эту проблему. Уровень надежности должен повыситься почти в два раза. Программа эта предусматривает перекладку более 1400 километров теплосетей. Уложение, которое необходимо в Самарской области, составляет более 50 миллиардов. Единственным источником возможного в соответствии с федеральным законодательством является переход на метод альтернативной котельной. Метод альтернативной котельной – это изменение регулирования тарифов на тепло. Для каждой ценовой зоны будет определена справедливая цена на тепло из расчета строительства альтернативного источника теплоснабжения. Уже сегодня любой желающий может рассчитать стоимость тепла для самого себя, используя калькулятор на сайте Минэнерго России. Надо отметить, что системы теплоснабжения в нашей стране, они практически все были сформированы еще в советский период. Их конфигурация, построение основной состава оборудования, генерирующего, сетевого, да более такой практически подавляющей массы жилого фонда была построена 20-30 лет назад. И в этом смысле та конфигурация, которая к нам досталась, она как сама по себе имела другое целеполагание при построении, так и, собственно говоря, много чего поменялось, включая то, что люди реально стали заниматься вопросами повышения эффективности потребления. Модель сделана в пользу потребителя. Мы предлагаем ее к реализации, в том числе для цели повышения эффективности потребления. Нововведение позволит значительно увеличить вложения в тепловые сети. По предварительным оценкам, благодаря новой модели рынка, теплоэнергетики смогут в два с половиной раза увеличить перекладки коммуникаций. Выигрывают от этого в первую очередь сами жители. В этом уже успели убедиться жители города Рубцовск в Алтайском крае. Первое, что жители города Рубцовска получили надежный источник тепла. Равномерно весь город обогревается нормально. Практически стали отсутствовать жалобы из всех районов города на некачественное тепло, что в квартирах прохладные или в социальных объектах. В настоящее время программа находится на согласовании. В случае успеха перемены Самарца ощутят уже зимой следующего года. Мария Левина, Максим Гусев, События.